Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня с нашим гостем мы будем говорить о работе гомельской таможни. Присоединяйтесь! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Академия управления при президенте Республики Беларусь. С 1981 по 1995 год служил в вооруженных силах, а затем в таможенных органах. Начинал трудовой путь инспектором. В 2004 году назначен заместителем начальника Могилевской таможни по правоохранительной работе. В 2007-м заместителем начальника Минской региональной таможни. Затем работал на должности заместителя начальника управления, начальника отдела таможенных расследований Управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями. В апреле 2012 года возглавил коллектив Гомельской таможни. Награжден медалью за бездокорную службу второй степени, юбилейной медалью 60 год вызволения Республики Беларусь от немецко-фашистских захопников. За активное участие в избирательной кампании Феликсу Яшкову вручена благодарность президента Республики Беларусь. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельской таможни, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 340-043. Свои сообщения вы также можете отправить в Вайбер номер 8029-340-043-3. Здравствуйте, Феликс Валентинович. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, уважаемые зрители. И начать нашу беседу я хотела бы с поздравлений. Я поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником, который сотрудники Гомельской таможни будут отмечать завтра. Я думаю, что вашему коллективу будет очень приятно от вас сейчас услышать какие-то теплые слова. Спасибо за поздравления. Уважаемые коллеги, я с огромной радостью пользуюсь возможностью поздравить вас всех с нашим профессиональным праздником. Я поздравляю наших замечательных ветеранов, тех людей, которые хранят таможенные традиции, те, которые всегда приходят нам на помощь, на помощь и мудрым советам, и практической помощью. Я желаю вам всем мира, желаю всем добра, желаю всем здоровья и желаю, чтобы все задуманное вами всегда сбывалось. С праздником. Спасибо. И продолжим. Феликс Валентинович, как вы связали свою жизнь со службой в таможенных органах? Расскажите, пожалуйста. В таможню я пришел в 1995 году, после того, как был сокращен из вооруженных сил. Прошло большое сокращение. Стал гражданским человеком, но работать в погонах мне всегда нравилось, поэтому обратился в Могилевскую таможню, к начальнику таможни. Прошел собеседование и был принят на работу инспектором. Это было в октябре 1995 года. Да, 90-е годы были очень сложные для людей в погонах, о том, о чем вы говорите. Ну и, наверное, раз уж столь успешно ваш трудовой путь потом сложился, то, наверное, не жалели потом о этом решении. Никогда не жалел. Работа на таможне, она сейчас престижна? Много желающих? Я думаю, что это очень престижная работа и желающих прийти к нам на работу, на службу тоже очень много. И о важности, о престижности нашей работы в том числе говорит и то, что ведущие вузы нашей страны готовят специалистов таможенного дела. Это четыре вуза. И мы с удовольствием принимаем на нашу службу, в нашу таможню, в таможенную систему и выпускников по специальности таможенное дело. Нам нужны юристы, нам нужны экономисты, нам нужны инженеры. То есть нам нужны люди многих профессий, которые могли бы приложить свои знания, опыт и умения именно на таможенной службе. А что касается тех требований, которые предъявляются к сотруднику таможни, они определены указом президента Республики Беларусь номер 228, они определены законом о государственной службе Республики Беларусь. Поэтому если гражданин Республики Беларусь достиг 18-летнего возраста, может по своим, по моральным, по деловым качествам, по состоянию здоровья выполнять те задачи, которые возложены, возлагаются на сотрудника таможенных органов, то он вполне может рассчитывать на работу в таможне. Ну, сами-то мы, наверное, объективно свои морально-деловые качества оценить не можем. А вот на что вы обращаете внимание, когда беретесь к себе молодежь? Ну, мы в первую очередь обращаем внимание на то, чтобы претендент или кандидат на службу в таможню был целеустремленным, был знающим, осознанно выбравшим профессию таможенника. Понятно, чтобы уровень образования помогал ему или позволял ему работать в таможне. Ну, немаловажное значение имеет и физическая подготовка кандидата, и совершал ли он в прошлом те правонарушения, которые либо не совершал, которые могут препятствовать приему на государственную службу. Ну, и пользуясь случаем, я хочу сказать, что в Гомельской таможне открыт набор на вакантные должности, поэтому, если есть желающие люди, которые обладают вот этими качествами и видят себя таможенниками, пожалуйста, обращайтесь в наш отдел кадров. Приветствуется высшее образование, экономическое, юридическое, техническое, наверное, тоже. Техническое, безусловно, потому что профессия таможенника, она достаточно многогранная, и на том или ином участке работы могут требоваться различные знания. Да, мы о некоторых сегодня успеем поговорить. Уважаемые телезрители, я напоминаю, 340-043, номер нашего телефона, мы в прямом эфире. Продолжим. С какими результатами Гомельская таможня будет в этом году встречать свой профессиональный праздник? У вас, как у руководителя, хорошее настроение, когда вы думаете об этом? У меня очень хорошее настроение. Я думаю, что любой профессиональный праздник, он добавляет позитива в жизни не только руководителя, но и любого сотрудника. Я считаю, что самым главным нашим достижением это то, что у нас хороший, крепкий, сформировавшийся коллектив, и коллектив Гомельской таможни в составе всей таможенной службы Республики Беларусь достойно выполняет те задачи, которые возложены. Ну а если говорить о каких-то цифрах, может быть, некоторых я постараюсь привести. То, что касается экономической составляющей нашей работы, то по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года, платежи, которые перечисляют таможню в бюджет, они увеличились на 41%. То есть в твердых цифрах это 1 миллиард 140 миллионов белорусских рублей. Мы неплохо поработали в плане правоохранения. 1770 административных правонарушений выявила таможня. И сама таможня возбудила три уголовных дела по незаконному перемещению наркотических средств через таможенную границу. И по материалам таможни различные правоохранительные подразделения, в первую очередь подразделения Следственного комитета, возбудили еще 25 уголовных дел. И вот вы знаете, я бы хотел об одном нюансе сказать. В этом году для нас важное событие произошло. В средней школе номер 19 открылись таможенные классы. Их два класса, всего 40 человек, это вот дети, это наша смена, которые выбрали для себя вот такой путь молодого таможенника, я скажу это так. Это старшие классы? Это пятый класс и десятый класс. Ну, мне, конечно, интересно, вот как пятиклассники себе представляют работу, приходят к ним сотрудники службы и рассказывают, да, что такое граница, какое законодательство, какие требования. Конечно, уже прошли вводные уроки, и мы планируем и проведение лекций, и посещение занятий, и будем рассказывать и о таможенной службе, и Гомельскую таможню, безусловно, позиционировать. Но мы будем стараться сделать это интересно, и мы планируем выезжать и в пункты пропуска, и показывать, как в практических ситуациях работают наши таможенники. Я думаю, что будет интересно школьникам, ну, по крайней мере, мы постараемся сделать все, что им было интересно. Интересно и не бесполезно, даже если потом они не станут таможенниками или юристами, то в любом случае уже эти дети будут хорошо подкованы в своей будущей жизни по определенным вопросам. А мы все, выезжая куда-то за рубеж в путешествии, обязательно проходим таможню, обязательно общаемся с таможенниками, ну, и иногда приходится время коротать в очередях. К сожалению. Каким было лето на наших пунктах пропуска? Горячим? Ну, если сказать, что лето не было напряженным, это, наверное, немножко покривить душой. Для нас действительно любая пара года она горячая, ну, а лето особенно, потому что понятно, что количество людей, выезжающих в отпуск, на отдых, безусловно, за покупками, летом увеличивается. Да, действительно, образовываются очереди, но в первую очередь я бы сказал, что это обусловлено такими причинами объективными. Летом количество транспортных средств, которые перемещаются через наши пункты пропуска, порой в разы превосходит пропускную способность. Максимальную, можете вспомнить очередь? Я могу привести примеры, что у нас возникали очереди из грузовых транспортных средств до 130 автомобилей. Достаточно часто возникают очереди легковых, автобусы, к сожалению. Но если приводить цифры, я на примере новой ГУД и пункта пропуска скажу, что пропускная способность 1640 автомобилей в сутки, 1400 легковых, 200 грузовых и 40 автобусов. В дни пиковых нагрузок в 5 раз количество автобусов превышает пропускную способность. То есть мы пропускаем вместо 40 автобусов 200, вместо 1400 легковых до 2000, до 300-350 грузовиков вместо 200. Понятно, что вот эти объективные какие-то причины, они в том числе способствуют возникновению очередей. Но, естественно, у нас есть возможности, и мы обязаны делать все для того, чтобы минимизировать очереди. Ситуацию в пунктах пропуска вы отслеживаете? Безусловно. Мы отслеживаем ситуацию в пунктах пропуска, и мы обязаны реагировать на возникновение определенных нештатных ситуаций, в том числе и на возникновение очередей. У нас есть соответствующая система реагирования. Мы взаимодействуем и с нашими коллегами-пограничниками. Мы взаимодействуем с таможенниками на сопредельной, на украинской стороне. Мы обеспечиваем ритмичность, увеличиваем скорость оформления транспортных средств. При необходимости мы количество наших сотрудников в сменах увеличиваем. Стараемся сделать все для того, чтобы максимально комфортно было пересекать нашу границу. Но количество досмотров ведь не может быть сокращено, да, и тщательность их, то есть проверять как-то по-быстренькому? Нет, по-быстренькому не получается, и, наверное, все-таки такой термин для нас неприемлем, делать что-то по-быстренькому. Если уже взялись, надо делать качественно. По крайней мере, такие требования предъявляются. Ну, а количество досмотров, эта величина такая, она абсолютно непроизвольная. То есть сотрудник, он не может и не имеет права по своему хотению или усмотрению принять решение о том, чтобы что-то досмотреть. То есть есть определенная система, это разрешительная система, и разрешение на проведение достаточно серьезных операций таможенного контроля дают сотрудники, занимающие определенные должности, плодоначальника таможния. Поэтому просто любой автомобиль из очереди не может быть выведен для того, чтобы инспектор его просто посмотрел, потому что ему что-то не понравилось. Должны быть веские основания. Например? Ну, если мы в системе управления рисками, в нашей получим свидетельство того, что в некоем транспортном средстве может перемещаться товар, а в нарушении таможенного законодательства. То есть человек еще не на границе, а вы уже знаете, да, что какой-то определенный автомобиль у вас будет стоять? У нас есть свои маленькие тренды, если можно. Конечно, мы секретов профессиональных трогать не будем, но это интересно на самом деле. Но так, если смотреть на перспективу, потому что, конечно, каждый летний день не усилишь количество сотрудников на границе. И наверняка есть какие-то планы по техническому переоснащению дальнейшему. Что можно предпринять, чтобы пропускную способность наших пунктов увеличить, расширить? Ну, если вернуться опять-таки к пункту пропуска «Новая ГУД», о котором мы уже говорили, есть планы по его реконструкции. И его пропускная способность должна увеличиться до 2500 транспортных средств в сутки с 1640. Это физическое расширение? Речь идет о конкретном строительстве? Да, это предполагается физическое расширение, увеличение количества коридоров, через которые перемещаются транспортные средства и товары. Я думаю, что если эти планы будут реализованы, то количество транспортных средств, ожидающих проезда в очереди, значительно сократится. А что касается технологий, для того, чтобы исключить необходимость такого тщательного досмотра конкретным физическим лицом, сотрудникам, может быть, уже можно каким-то образом это делать с помощью техники, просвечивать транспортные средства? Мы пользуемся техническими средствами таможенного контроля, которые стоят у нас на вооружении. Мы их очень активно, эти технические средства используем, и как раз это помогает нам сократить время на проведение каких-то операций таможенного контроля, на проведение контрольных операций. А то, что касается технологий, они у нас постоянно совершенствуются. То есть мы берем от нашей практики все самое лучшее и воплощаем это в тех технологиях, которыми мы руководствуемся. Причем делаем это совместно с нашими коллегами-пограничниками. Ну, я думаю, что для общего блага. Как вы думаете, следующий отпускной сезон уже будет полегче проходить? Или еще примерно в таком же режиме? Я думаю, что в таком же режиме, потому что, наверное, объективно ничего не изменится. Наши граждане как ехали на отдых, так и будут ездить. Иностранные граждане будут приезжать к нам в гости. Я думаю, что мы будем работать практически в том же режиме, в котором работали и в этом году. Но самое главное, что мы к этому готовы. И мы знаем, как работать в этих достаточно сложных условиях. А люди в очереди пугают друг друга тем, что попадешь на пересменку, и будет часовой перерыв, и вообще никто к ним не выйдет. Бывает такой ли это миф? Нет, я думаю, что пугать друг друга такими страшилками не надо. Тем более, что пересменка – это действительно, скажем так, это миф. Как таковой пересменки, то есть того промежутка времени или периода времени, в котором таможенники в пункте пропуска ничего не делают, его нет. Фактически пересменка означает, что сотрудник, вновь заступающий на смену, он просто сменяет того сотрудника на рабочем месте, который закончил свои дела и должен возвращаться домой. То есть это фактически в режиме реального времени. Никаких перерывов таких, когда не осуществляется таможенная операция, нет. Увы, но даже не все туристы со стажем знают тонкости пересечения границы. Наши корреспонденты пообщались с пересекающими границу в пункте пропуска «Новая Гута». Я пока не пересекала никогда границы республики. Поэтому я с этим как-то и не сталкивалась, и не задавалась целью это узнать. Нет, никуда не езжу, ничего не ввожу, ничего не вывожу. Как на пенсии стало, ездила раньше. В Чехии было долго, была в восторге от Чехии, например. А теперь на пенсии, знаете, особо не поедешь. Интересовалась при выезде за границу, были некоторые моменты интересные, их выясняла. А в общем, так сказать, что я хорошо с ним знакома, нет. Многие годы я уже не езжу за границу, и меня это не очень интересует. А дети знают. Мы знаем основные требования, которые нужно соблюдать. Вы знаете, какие продукты нельзя ввозить на территорию Беларуси? Я знаю, что можно ввозить алкоголь до одного литра, что можно привозить в одной единице определенные продукты. Я когда езжу, я с собой привожу подарки. Рыбу соленую везу, вино домашнее везу. Меня всегда пропускают. А назад грибы везу, там такое, в принципе, ну, сильно даже, ну, не знаю. Потому что, ну, как бы сказать, в Украине живут, я там знаю. Здесь так, я редко приезжаю раз, ну, раз в год, и поэтому не сильно знаю. Нет, я не связываюсь с этим, не езжу как бы так часто, поэтому мне нет смысла знать. Когда мы ездили, я это знала, но сейчас уже в таком возрасте, что я границу вообще не пересекаю. И ограничения эти я не могу вам сказать. Я не езжу. На уровне юридического факультета я это могу вам сказать. А что нельзя ввозить в Республику Беларусь? Однозначно оружие наркотики, наркосодержащие препараты только на основании соответствующих медицинских документов, оригиналов. И только, которые по назначению врача. Плюс взрывчатые вещества. И практически все, скажем так, предметы запрещены гражданскому обороту на территории Республики Беларусь. А ваши близкие друзья знают законодательство так же, как вы? Те, кто, скажем так, друзья и родственники, конечно, знают. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник гомельской таможни Феликс Ешков. Присоединяйтесь к нашей беседе. Феликс Валентинович, немного я ошиблась. Пункт пропуска «Новая Гута» мы увидим чуть позже. Пока мы увидели гомельчан, которые просто рассказали, встречаются они, бывают у них такие в жизни ситуации или нет. Вот как вы относитесь к мнению, что мне это не надо знать? Я никуда не езжу, мне это не надо знать. Вы знаете, мне сложно давать какие-то оценки. Я бы сказал несколько в ином ключе. Вот если кто-то действительно собирается выехать за границу, вот здесь азы таможенного законодательства знать необходимо. Хотя бы потому, что за нарушение норм таможенного законодательства иногда бывает очень серьезная ответственность. Какие нарушения наиболее часто выявляются на границе? Наиболее часто, наверное, совершаются такие деяния, которые связаны с незаконным перемещением через границу. Либо товаров, которые фитосанитарному контролю подконтрольны. Либо мясной продукции. Сало пресловутое, да? Сало пресловутое, безусловно. Либо это алкоголь, либо это сигареты. Ну и иные товары. А как вы думаете, почему? Люди просто плохо осведомлены? Либо же они сознательно так поступают, надеясь, что не заметят сотрудник таможни, либо закроют глаза? Есть и та, и та категория людей. Есть те граждане, которые границу пересекают, которые действительно, не зная норм законодательства, может быть где-то чего-то немножко больше везут, чем это разрешено. Есть категория граждан, которые сознательно пытаются переместить через границу товар. Ну, наверное, в первую очередь это связано с тем, что они хотят платить таможенные платежи. Либо этот товар просто ограничен, либо запрещен к перемещению через границу. Ну вот а насколько часто, потому что для того, чтобы товар был запрещен к перемещению через границу, ну это нужно, ну, очень исключительно что-то выбрать, да, колющее, режущее, взрывоопасное. Нет, есть определенная категория товаров, которые запрещены к перемещению через таможенную границу. Вот она может быть не так многочисленна, как категория товаров, которые ограничены по определенным причинам. А то, что касается бытовых обиходных, наверное, вещей, продуктов питания, ну это, повторюсь, это подконтрольная продукция. Зачастую люди просто думают, что килограмм, два мяса или сала провести через границу, ну это не нарушение. Ну, с точки зрения, допустим, переноса каких-то инфекций через границу, вот с этим куском сала, да, с килограммом сала, ну, наверное, эта проблема не такая уж и маленькая. Поэтому надо, на мой взгляд, очень ответственно относиться и к выбору тех товаров, которые мы пытаемся сюда ввести, и к способу их перемещения, и вообще вот к таким ситуациям, которые связаны с перемещением через границу. Куда потом уходит конфискованное сало? Ну, то, что касается сала, мы предпринимаем такие меры, чтобы этот товар, как потенциально опасный, он на нашу территорию не попадал. Либо при определенных условиях этот товар возвращается на территорию сопределенного государства, откуда он был ввезен, либо он уничтожается. Уничтожается соответствующей контрольной службой. Ну, мне, честно говоря, вот немного странное мнение о том, что я не знаю, и, в общем-то, знать не хочу никаких правил, потому что мы же живем очень близко к границе. Мы ездим на отдых, мы ездим к родным, к друзьям. Ну, я не знаю, у кого из гомельчан, ну, прям совсем в жизни не возникает таких ситуаций, когда ему нужно границу пересечь. При этом люди считают, что они имеют право этого не знать. И потом ведь времени на границе уже для того, чтобы получить консультацию, вот его нет. И консультации уже сотрудник таможни при исполнении своих обязанностей уже никому не окажет. Наверное, и да, и нет. Но начну с того, о чем уже говорил, что если есть такая необходимость, либо желание пересекать границу, то все-таки надо знать, как правильно ее пересекать. И с точки зрения таможенного, и с точки зрения иных норм законодательства. Незнание, незнание закона, да, не освобождает от ответственности в случае серьезного нарушения. А для того, чтобы узнать, как правильно, что сделать, пожалуйста, можно обратиться за консультацией в гомельскую таможню. В рабочие часы с 9 до 13, с 14 до 18, должностное лицо, полномоченное на своем рабочем месте проконсультирует, даст исчерпывающую консультацию, объяснит, как правильно поступить. Я думаю, что и в пункте пропуска, если уже действительно возникли сомнения какие-то, надо ли декларировать товар, можно ли его ввести, либо нельзя, ну, любой сотрудник окажет помощь. Любой сотрудник. Но если уже совсем сомневаетесь, каким образом правильно поступить, в красный коридор и задекларируете тот товар, который везете. Ну что ж, давайте сделаем небольшую паузу в нашей беседе, посмотрим сюжет. Внимание на экран. Пункт пропуска – Новая Гута. Середина сентября в этом году – не самое напряженное время. Летний ажиотаж прошел, хотя в сравнении с началом этого десятилетия, теперь выезжающих в Украину машин и так гораздо меньше. Впрочем, на работе таможенников этот факт особенно не отражается. Работать в какой-то мере стало действительно легче. Однако степень ответственности не уменьшилась. Тем более, что и желающих провести что-нибудь в обход закона все еще хватает. Оставим за скобками перевозимую в багажнике тещу и любовницу дальнобойщика, тщательно спрятанную в салоне машины. Это исключение и скорее даже курьезы. Контрабанда, с которой боролся знаменитый таможенник Верещагин, и сегодня не редкость. Разные способы при этом используют. Так вот, в автобусе, который перемещался в нерегулярном сообщении, водителями были сокрыты косметические товары на сумму более 12 тысяч белорусских рублей. Субъекты хозяйствования для того, чтобы уйти от соблюдения определенных запретов ограничений, занизить таможенные платежи, также меняют код товара и возят один товар под видом другого товара. Так был случай. Перемещался сырный продукт, который путем проведения таможенной экспертизы было установлено, что это сыр. Соответственно, другие правила его перемещения. О том, какие ценности пытаются незаконно провести через границу нарушителей, можно узнать в музее таможни. В этом филиале Гомельского дворцово-паркового ансамбля есть зал спасенных ценностей. Представленные экспонаты действительно уникальны. Например, выполненная из цельного куска вьетнамского дуба статуэтка древнекитайского бога и плодородия и счастья Хате. Возможно, ее владелец и сам не подозревал о перевозимой ценности. Чего явно нельзя сказать о теперь уже бывших обладателях икон, часов и государственных наград различных стран. В этом же ряду и бивней мамонта. Их пытались вывести под видом задекларированной древесины. Одним из наиболее интересных предметов является бивни мамонта, которые преступники спрятали в бревнах, перемещаемых через таможенную границу, в надежде, что сотрудник таможни не поймет, что в среди бревен перемещаются такие предметы. Однако, экспертам было принято решение о том, что действительно эти предметы являются бивнями мамонта, товар был, соответственно, конфискован. Достаточно серьезные и ценные иконы находятся в нашем музее. Иконы представляют собой ценность по трем таким основным причинам. Действительно, в своем составе они содержат драгоценные металлы, золото, серебро. Действительно, они созданы, это ручная работа, они созданы очень давно. Это историческая ценность, культурная ценность наша. И работа очень тонкая. Это и ценится за границей. Наряду с попытками вывести из страны исторические и культурные ценности, достаточно распространенной остается и так называемая бытовая контрабанда. В отличие от еще недавних времен, сегодня практически нет попыток нелегального завоза в страну, украинского сала и семенного картофеля. Однако, это не значит, что контрабандисты не находят другие источники. Кто-то пытается специализироваться на спиртных напитках, кто-то на продуктах питания. Впрочем, и таможенники не дремлют. Не раскрывая всех профессиональных секретов, говорят, научились выявлять нарушителей даже по их внешнему виду и поведению. По внешнему виду, в соответствии с выборочным контролем, можно, в принципе, принять решение о том, является ли данное физическое лицо нарушителем, либо нет. Особенно выдает его поведение. Если человек нервничает, не очень правильно и адекватно отвечает на вопросы, в принципе, можно предположить, что человек нарушает таможенное законодательство. Проведя на пограничном пункте пропуска несколько часов, наша съемочная группа возвращается в Гомель. За это время мы не увидели ни одного конфликта между таможенниками и гражданами, пересекающими государственную границу. Подавляющее большинство последних к нарушителям явно не относятся. Белорусская граница на замке не находится, однако охраняется надежно. С одним уточнением – делается это вежливо и культурно. Сейчас машин нету, по-быстрому проходим. А так, культурно, вежливо, нормально. Считаю, ваша таможня работает нормально. Нету замечаний. Все прекрасно, быстренько, аккуратно. Нормально, все хорошо. Мы сами с Украины, но все нормально. Быстро. Даже быстрее, чем у нас. Вы смотрите «Диалог». У нас в гостях начальник Гомельской таможни Феликс Ешков. Феликс Валентинович, регулярно в СМИ появляются сообщения о том, что кто-то контрабандой незаконно через границу пытался переместить какие-то ценности. Можете вспомнить из своей практики какой-то самый странный случай такого ухищрения? Ну, есть, безусловно, примеры подобного рода. Для меня вот какими-то странными и нелепыми кажутся случаи, когда человек дважды на одни и те же грабли наступает, что называется. У нас был такой случай, когда гражданка везла в транспортном средстве 180 килограмм от этого пресловутого сала. Причем оно было спрятано в коробочках разных, в коляске для перевозки ребенка, под детскими вещами. Ну, так аккуратно все это было распределено в транспортном средстве. Обратили внимание, привлекли к административной ответственности. Буквально через непродолжительное совершенно время эта же гражданка 120 килограммов сала везла, но уже под обшивкой транспортного средства. То есть это распределило аккуратно, замотав полиэтилен. А как нашли? Собака нашла? Ну, нашли внимательные таможенники и пограничники. Обратили внимание на некоторые признаки, которые могли указывать на то, что в машине может быть незаконно перемещаемый товар. И подобного рода нарушение оно влечет за собой не только изъятие и конфискацию сала, но и транспортного средства, в котором было спрятано, потому что это расценивалось как перемещение товара в тайнике. Перемещали как-то 12 живых змей в вагоне поезда. Ну, тоже, наверное, достаточно безответственная такая ситуация. Можно было предположить, что если бы змеи освободились из этой коробки, в которой они находились, то не совсем приятно было пассажирам поезда их наблюдать. Один гражданин, думая, что незаметно будет для таможенника и для нашей кинологической службы перемещения наркотиков, запаял марихуану в два тубуса специально изготовленных, металлических. Собаки нашли, внюхали, привлекли к ответственности гражданина. Недавно буквально был случай, гражданин, наверное, 300 с лишним килограмм вещей без декларирования пытался провести. Обнаружили, привлекли к ответственности. Через неделю он живез примерно такое же количество опять без декларирования. И ряд этот можно продолжать, но я думаю, что это примеры такой безответственности абсолютной. Без залаберности. Без залаберности, наверное. А максимальное наказание предусмотрено в белорусском законодательстве за подобные вещи? Если говорить об административном законодательстве, если говорить только о тех административных составах протокола, по которым составляют сотрудники таможенной службы, то я бы в качестве примера привел бы ответственность за незаконный оборот алкоголя. Там до 100 базовых величин может быть штраф, при повторности может быть конфискация транспортного средства, в котором незаконно перемещается алкоголь. А если говорить об уголовном законодательстве, то за незаконное перемещение оружия и боеприпасов составных частей оружия, взрывчатых веществ, за перемещение наркотических средств, психотропных веществ, по 3 до 7 лет лишения свободы. А если человек не планировал незаконно заниматься продажей алкоголя, а просто лишнего захватил по незнанию, то что потом происходит? Нужно избавиться от этого лишнего груза? Ну, универсальный совет. Если человек по незнанию захватил, он не стремится нарушить закон, ну, наверняка, он, наверное, сомневается, хорошо ли у него или плохо с количеством алкоголя. В красный коридор и декларируйте этот товар. Ведь система какова по перемещению алкоголя? 3 литра алкоголя может лицо, достигшее 18-летнего возраста, ввести беспошлино. От 3 литров до 5, то есть еще плюс 2 литра, с уплатой таможенных платежей. Но здесь уже обязательное декларирование этого товара. А вот уже свыше 5 литров воззапрещенное тоже нарушение. Спасибо большое. Есть несколько вопросов, которые пришли на наш портал в Вайбере. Давайте уделим им внимание. Какая сейчас обстановка на украинской границе? Есть ли очередь? В какое время посоветуйте ехать? Ну, на сегодняшний день обстановка на украинской границе спокойная, в плане очередей. Вот, очередей как таковых нет. Но для того, чтобы спланировать свою поездку, можно зайти на сайт Государственного пограничного комитета и там по каждому пункту пропуска в режиме реального времени можно посмотреть, какова обстановка. И в зависимости от того, что показано на сайте, можно выбирать, через какой пункт пропуска перемещаться. Какое время самое напряженное обычно на границе? Ну, наверное, можно сказать, что где-то вторая половина дня, плюс предвыходные, выходные и праздничные дни. Наверное, там ощутимо побольше поток транспорта. Выехать лучше утром? Наверное, да. Но это не универсальный совет. Все-таки в первую очередь советую обратиться к сайту Госпогранкомитета и посмотреть, есть ли очереди, где и какие. И от этого уже, да, отстраиваться. Нужно ли заполнять таможенную декларацию? Если везешь с собой 2 тысячи долларов наличными? Скажу, что в этой ситуации никто из таможенников не имеет права запретить заполнить таможенную декларацию, если лицо, перемещающее эти 2 тысячи долларов, пожелает это сделать. Но в обязательном порядке письменного декларирования такой суммы валюты не требуется. А в каком случае нужно декларировать суммы? Декларировать необходимо в том случае, если перемещаемая валюта и или дорожные ячейки превышают 10 тысяч долларов США в эквиваленте. Вот тогда необходимо декларироваться. А такие случаи выявляются в попытке провоза крупных сумм без декларирования? Да. Самая большая? Порядка 50 тысяч долларов. В чемодане? Как это выглядит? В коробке из-под конфет. Сладкая жизнь не состоялась у человека. Как перевозить лекарства? Нужно купить уколы в Польше? Будут ли проблемы на границе? Все зависит от того, какое лекарство необходимо перемещать через границу. Я скажу об особенностях перемещения лекарственных средств, которые содержат в себе наркотические средства, либо психотропные вещества. Вот здесь вступает в силу такое незыблемое твердое правило, что, во-первых, перемещать такие лекарства можно, если на то есть рецепт врача, и он должен быть с собой. Либо выписка из истории болезни, надлежащим образом заверенная, либо иной медицинский документ официальный, который подтверждает, что именно это лекарство необходимо к приему. При этом, если лекарство содержит наркотические средства, то максимальное количество – это недельная норма, а если психотропные вещества, то 90-разовый в ГОС. И при этом необходимо декларировать в письменном виде. Любое лекарство? Или только содержащие наркотические вещества? А остальные лекарства, которые не ограничены к обороту, в нормах ввоза, как для товаров, для личного пользования. Но рецепт сотрудник таможни может попросить, да? Мы обязательно лекарственные средства проверяем на предмет наличия либо отсутствия в них указанных веществ, наркотических средств, либо психотропов. И в том случае, если лекарство содержит, мы обязаны убедиться, что у лица, который их перемещает, документы есть, либо он отсутствует. Об этом нужно заявлять, не дожидаясь, пока спросят, что везу лекарство? Есть же правило такое, что если подобного рода лекарства назначаются врачом, врач предупреждает, что это за лекарство. Поэтому лицо знает, какие вещества содержатся активные. Поэтому перемещаясь через границу, повторюсь, необходимо иметь вот эти документы в обязательном порядке, и товары эти декларировать, то есть эти лекарственные средства декларировать таможенному органу. Еще один вопрос. Как провозить через границу домашних животных? Есть ли какие-то правила? Вот домашние животные, они расцениваются как тоже источник какой-то опасности потенциальной? Вообще-то расцениваются. Это же животные. На них должно быть специальное разрешение, которое позволяет перемещать этих животных через таможенную границу. Ну и не надо забывать в том числе, что домашние животные бывают разные. И домашнее животное может стоить, к примеру, более полутора тысяч евро. Есть такие случаи. Площадь. Вот, к примеру. Поэтому на разрешительный документ, как на объект животного мира, плюс при необходимости уклада таможенных платежей. Если очень дорогое животное. Плюс декларирование этого животного. Феликс Валентинович, какие изменения планируются в таможенном законодательстве в ближайшее время? О чем нужно знать? Мы уже работаем в условиях изменившегося, серьезно изменившегося таможенного законодательства. В 2018 году вступил в силу таможенный кодекс Евразийского экономического союза. И вот то, что особенно, наверное, важно для физических лиц, которые перемещаются через границу, это решение Совета Евразийской экономической комиссии номер 107. И вот там изложены те нормы, которые регулируют порядок ввоза физическими лицами товаров для личного пользования. Есть нюансы по отнесению некоторых товаров к товарам не для личного пользования. Поэтому такие объемные, серьезные документы. Которые стоит изучить, если вы собираетесь даже просто на отдых или к родственникам, но будете возвращаться с гостинцами. Либо просто проконсультироваться. Да, спасибо большое за сегодняшний диалог и еще раз с наступающим праздником. Большое спасибо. Спасибо. Это был диалог с начальником Гомельской таможни Феликсом Яшковым. Спасибо вам за внимание и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин